меня выпустили я свободе вам все покажу а главное почему я туда отправляюсь у меня очень важная встреча вот самое интересное что полет из стокгольма с пересадкой в риге туда мне обошелся дешевле примерно на 30 евро чем я бы летел в те же даты тем же самолетом из риги а почему их так много шанель номер 5 я думал то он только один экономнее надо бы люмечка ты уже грустишь то папа уезжает ты же грустишь то папочка уезжает скажи мне но папочка для тебя все сорганизовал у тебя будет персональная няня целую неделю ты представляешь только ты пожалуйста нянечку не это не царапай да вот так вот можешь полизать нянечку но вот не царапай да папа приедет папа отдохнет тебя и приедет хорошо хорошо мы маленькие хорошо мой занято папа будет очень скучать очень скучать ну ты же знаешь как папочка скучает по тебе когда я даже на один день уезжаю так скучаю а сейчас целую неделю буду без тебя как я буду без тебя спать вообще хорошо мой маленький хорошо к тебе приходит твой новый новый вот так вот не кусай его хорошо не кусай только дядю не кусай дядя будет тебя любить он сказал я ему сказал чтобы он тебе давал вкусняшки каждый день представляешь каждый день тебе будет вкусняшка каждый день давать вкусняшки хорошо может быть папа вернется и уже не будет белого луча так ну что я аж за полтора часа до вылета не свойственно мне пойдем погуляем за всю мою жизнь у меня было всего лишь наверно пару ароматов одни из них были жан-поль год это такие уже новые мускулинистые упаковки я помню что у меня еще была вот такая был аромат назывался мед с молоком на себя не решусь попрыскать потому что не люблю все аромат как вы видите я успел позагорать еще пару дней немножечко меня припекло можно даже чем-то увлажняющим намазаться я очень люблю праду попробовал этот как-то вообще мы ничем не пахнет это такая спирт тяга вообще просто одеколон саша глянь колон сереже а вот это вот я бы даже может быть и пшик но он такой какой-то я не знаю фруктовый он такой вот не пшикнуть на один раз да но это упаковка мне реально это на всю жизнь еще останется ну эксперты давайте а почему их так много шанель номер 5 я думал там только один а их силу сколько и они все по-разному пахнут этот вообще невкусно как старая бабушка уже такое а это вообще как-то незаметно пахнет ну друзья мои куда я лечу в этот раз и зачем я немножко сохраню интригу вы же знаете как я люблю вас немножечко поддержать в напряжении создать контент интригу на своем канале поэтому обязательно подписывайтесь статистика просто плачевная друзьям просто плачевная статистика пока показывает мне что 55 процентов всех просмотров на моем канале делают не подписан ты не подписан ты ну что такое неужели видите даже объявляют в аэропорту говорят подпишитесь на канал к вашему любимому благережки ну все человек закончил свое повествование о том что нельзя свой багаж оставлять без внимания ну а я продолжу конечно же с тем чтобы вы на меня подписывались потому что тогда вы будете в курсе всех новостей не забывайте поставить тоже оповещение отписаться можно всегда это не страшно вы всегда можете нажать обратно кнопочку и отписаться как делают это на каждое видео 45 человек ну а тем кто на место их приходит а рейтинг у меня на одного отписанта примерно иногда до 8 иногда до 10 подписавшись поэтому следуйте следуйте примеру спасибо вам большое за то что вы подписываетесь мне очень приятно влогерам очень приятно когда вы подписываетесь это знак качества что вы доверяете не просто смотрите а еще доверяете я надеюсь что вы мне доверяете но пока что я держу интригу куда я отправляюсь в этот раз но вы естественно все узнаете я вам все покажу а главное почему я туда отправляюсь у меня очень важная встреча поэтому не пропустите эту встречу вы обязательно посмотрите я думаю она вам понравится такая хорошая подсветка так хорошо подсвечивает лицо я прямо так узнать сразу молоденький стопа такой прямо аккуратненький ну что хочу вам рассказать что у меня будет сейчас пересадка в риге я лечу стокгольм рига и направление мое полета да ну куда я лечу я пока что вам не скажу но вы все узнаете из последующих видео но самое интересное друзья что когда я покупал себе билет ну я как нормальный человек я думал может быть смогу немножко сэкономить например и думал что смотрю ка я сколько стоит билет из риги туда я лечу национальной латвийской к нашей компании air болтик которую мы все дружно спасали своими налогами в тот момент когда пришла всемирная носоковырялка напомню вам был такой случай правда так вот самое интересное что полет из стокгольма с пересадкой в риге туда мне обошелся дешевле примерно на 30 евро чем я бы летел в те же дах тем же самолетом из риге в мое направление то есть из стокгольма air болтик подарил манера бесплатный полет из стокгольма в ригу и еще оказался билет дешевле до финального назначения примерно на 30 ну там где-то может быть 20-30 евро не буду же вам брать я когда покупал специально проверял думал что может быть сэкономлю оказывается можно сэкономить если ты летишь не из риги латвийской национальной компании air болтик так что это вам большой такой типс может быть следующий раз вы захотите слетать куда-нибудь севстагон в ослов хельсинки и оттуда полететь еще куда-то и вам окажется дешевле чем лететь из риги вот так что смотрите мой канал я вам всегда дам что-нибудь полезненькое полечу я вот этим вот самолетом карпат это до риги по крайней мере да кто помнит карпат эр мы с люмиком летели из региона из риги в малагу когда переезжали в испанию ну кто не видел то видео по обязательно посмотрите она очень эмоционально там я плакал реально оно было очень эмоционально действительно я с вами такой какой одессе делюсь своими эмоциями делюсь своим настроением сейчас у меня приподнятое настроение не рад что я лечу в путешествие и конечно понимаю что таким образом компания air болтик наверно привлекает туристов из и скандинавских стран чтобы они путешествовали вместе с air болтиком другие страны все-таки же не не в ущерб не в ущерб латвийцам латвийцам же мы хотим дешевле летать и пользоваться услугами национальной компании дешевле правда когда я в аэропорту я никогда не сижу я всегда хожу гуляю для того чтобы подустать ну и чтобы попа не болела сидит прижавшись обужавшись зачем правда вот там мой деск аэробалтик так что вот так вот я хожу разминаюсь прожимаю ягодички знаешь когда как вот хочешь не просто надо идти а прожимать вот так вот ягодички так одну поражал вторую поражал третью особенно если долгий полет такой перелет какой-нибудь и заодно можно устать еще знаете если например ночью надо лететь а мне надо будет лететь ночью я очень не люблю ночные перелеты но ничего не поделаешь бизнес из бизнес у меня много друзей работает в авиации и они рассказывали что это не столько зависит от авиакомпании от принимающего аэропорта и во многих странах принимающим арту действует такое правило что приземление либо вылет за это же как бы аэропорт взымает плату судна воздушного и приземление либо взлет в ночное время дешевле чем в ночное время дешевле чем в дневное время почему я если честно не знаю может быть вы кто-то знает но и поэтому конечно авиакомпании выбирают такое расписание чтобы сэкономить и поэтому делают такое расписание чтобы мы прилетали либо рано утром это очень неудобно потому что как бы с точки зрения туриста мне кажется что это неудобно согласитесь потому что ты при прилетаешь я прилетаю в 4 20 утра 4 20 утра то есть фактически да там пока ты доберешься до этого отеля ну что это весь день будешь как вялая колбаса недоваренная такая сосиска ходить на то есть у тебя как бы один день фактически уже пропадает но когда тебе уже не 20 лет мне тоже не 20 лет правда уже тяжело это кстати из латвы из риги может кто-то мне узнают популярного блогера подписывайтесь плюс на этом также хорошо зарабатывают отели потому что смотрите я прилетаю рано утром и получается что мне когда чеки на обычно в 2 часа то и в 3 часа дня не будешь и ты шляться там везде не ждать своего чеки на правда тем более когда ты с ночного перелета тебя хочется отдохнуть и выспаться поэтому что надо еще бронировать отель так и обратно вылет у меня тоже не очень потому что принимающая сторона вот она такая взимает большие деньги за полеты именно днем и вылет у меня тоже 5 часов мои соотечественницы между прочим собачку взяла тоже у меня собой тоже есть что покушать бутерброд взял на всякий случай так на всякий случай очень хочу экономнее надо быть в аэропортах вообще просто ужасно дорого но ужасно дорогого особенно в швеции бутылка воды 3 евро ну вот я и в риге пока иду не на выход а в трансфер что пройти незамеченным не удалось меня распознали узнали меня в лагеречку вашего любимого что момент истины иду на пограничный контроль а а прикиньте сейчас так мне скажут а ты не выездной тебе нельзя покидать нас мы тебя слишком любим давайте делайте ваши ставки куда я лечу я вам уже столько сделал подсказок да не выпустили я свободе пообщался на латышском пограничник такой сначала взял мой паспорт и говорит вы куда а я ему по-латышски а нет я ему сначала по-латышски это лабак рассказал да он растерялся такое он хотел сказать как бы вы куда а так быстренько перри переформатировался ускорен и с ускорен а куда еще не могу сказать вам куда я лечу вас должен догадаться правда ну все удачного мне путешествия ну а вы подписывайтесь пишите ваши комментарии вам очень понравится моя встреча все всех люблю всех целую все пока этот ошейник он конечно там знаете расслабляет сосуды там кровь циркулирует все классно но основная причина не в этом основная причина в том что когда вот эти знать понижается давление повышается ну и спать хочется ночной рейс не важно какой рейс особенно если утренний рейс знаете как тяжело лететь и можно в самолете иногда так отрубиться и вот это вот очень резкое такое вот это отрубание значит это спешит и пошел тогда и может там что-нибудь защемить а тут уже ничего не защемит поэтому очень вам рекомендую эту вещь купить смотрите на сайтах где-то медицинских очень очень